Что делать, если цветок завял раньше времени? Для этого существует реанимация. На самом деле, не все этим пользуются. Мы раньше, когда работали на цветочных рынках, всегда это пользовались. Потом, когда мы открывали свой первый салон, мы решили, что мы вообще не будем реанимировать цветы, и все будем выкидывать. Но есть небольшие сложности, когда все-таки цветок приходит хорош, но его надо реанимировать. В любом случае, допустим, вот у нас гортезия есть такая, ну немножко вот она будет тут вялая. Соответственно, нам она в букет не пойдет, потому что она может быстро сдохнуть у клиента. И нам надо что-то с этим сделать. Также и розочка бывает дохнет, и это тоже нужно исправлять. Так, ну что, давай, Паша, поменяйся местами, я расскажу про гортензию. Так, ну, вы видите, у нас в ладочке стоит гортензия, одна из них чувствует себя не очень хорошо, клиенту мы отдать ее не можем. Для того, чтобы нам ее реанимировать, нам нужно ее подрезать, поставить в кипяток. Кипяток у нас есть для этого специально технический чайник, в котором мы закипятили предварительно. Мы нальем водички, немного водички, да. Нам потребуется 2 минуты для того, чтобы цветок отпивался, да, в кипятке. Вот, мы подрезали. Как вы можете видеть, или не видеть, ну, а там выходят бульбики. Пузырьки. Да, иначе это воздух, да, который попал в стебель, и для того, чтобы он вышел, надо его закипятить. Да, и цветок может завядь не из-за того, что он не свежий. Есть много причин. Либо холодно в холодильнике, либо недостаточно хорошо подрезаны цветы, либо мало воды. То есть очень много вариантов. Либо просто не подрезали, поставили. Да, либо вообще не подрезали, поставили. И то есть он может завядь там даже через 2 дня после поставки, но как правильно его отпоить, это вот такая технология. Не все цветы, конечно, отпаиваются. Например, такие цветы, как кал, георгин, они не отпаиваются в горячей воде, но могут отпиться в холодной воде, так как это травянистые стебли, также тюльпаны, весенние цветы, которые имеют травянистые стебли. Ромашка, напротив, очень любит, чтобы ее заваривали, и хризантема, потому что вы ее не заварите, она будет дольше стоять, вернее, если не заварите, то меньше будет стоять у клиента, а если заварите, то, конечно, она будет лучше стоять у клиента и у вас. Ну что, 2 минуты прошло. Мы срезаем ту часть, которую мы запарили. И сразу ставим. Да, моментально ставим водичку. Чем глубже, тем лучше. То есть у нас тут полное ведро воды, вот гортензия ушла полностью, соответственно, она будет хорошо напиваться, и я думаю, через полчаса, через 40 минут отойдет. Вообще, в идеале гортензия можно отпаивать даже полностью, чтобы эта шапочка плавала в воде, потому что она тогда очень быстро, гораздо быстрее, когда мы свадьбу оформляли, когда нам нужно было напоить цветы, то есть мы обрезали максимально коротко под композицию, и у нас ванна с гортензиями просто плавала перед тем, как ставить ее в композицию. Да, и наиболее распространенная ошибка всех флористов, когда они запаривают цветок, потом его подрезают и кладут просто на столе. В этот момент образуется воздушная пробка, и получается проблема такая же. Мы подрезали, отпаили цветок в горячей воде, поставили на воду, и он может также умереть быстро, потому что образовалась воздушная пробочка. Что касается длинных стеблей, то есть когда мы запарим конкретно розы, нам нужна поддержка головы, потому что когда она будет напиваться, ей надо, чтобы стебель набрал стойкость, то есть стройность, соответственно, ему надо помочь. С помощью целлофанчика, как это очень легко делается, можно короче обрезать стебель и просто взять, завернуть его в бумагу или целлофан. Да, мы сейчас пока... Если роза у нас наклонила свой бокал, да, и мы видим, что она... Давай мы туда запрячем. Мы первым делом можем побрызгать листья водой и вот так завернуть розу очень плотно, чтобы... Когда мы ставим водичку, вода поступает равномерно, распределяется по, получать, стеблю, идет вверх. За счет этого поступает больше воды вокруг розы, и она лучше отпаивается. Да, потом, грубо говоря, эта розочка простоит еще достаточно хорошо, потому что мы ее по правильной технологии реанимировали. Ну что, осталось совсем чуть-чуть. Подрезаем. Завалили, подрезали, поставили воду. Вот так сделали, чтобы не расправлялся стебель у нас. И убрали в холодильник, либо оставили на 2 часа в теплом помещении. Главное, чтобы это было не в холодном холодильнике, потому что в холодном холодильнике она пить водичку не будет, соответственно, не отопьется так, как нам нужно. Поэтому можем оставить и в салоне, не занося в холодильник, если у нас достаточно не жарко. А если жарко, можно занести в холодильник, скажем так, который нормально, там на районе 8 градусов. Если это холодный холодильник, или технически, там хранить это, отпивать это не получится. То же самое с гортензией. И мы можем также сказать про воду. Если мы окунаем полностью гортензию в воду, то вода должна быть чистая, потому что если вода будет из-под крана, то, допустим, на розовое будет черное и коричневое точечки, пятночки, на голубое, в принципе, тоже. Это будет сильно выражено и как бы не очень правильно для продаж. То есть мы увидим, что цветок не совсем идеальный. Какой воде можно замачивать? Это лучше вода из-под кондиционера, холодильника ваша, либо очищена из-под фильтра, в который можно полностью погружать.